Наша жизнь, наша жизнь Однажды возникла жизнь Невероятная история человеческого тела Художник Жан Барбо Композитор Мишель Клигран И пускай радость жизни наполнит наше тело Под глушительном ритме любви Он призывает всех Смеяться и петь о любви Наша жизнь, наша жизнь, наша жизнь, наша жизнь Вот перед нами жизнь Прекрасная жизнь течет, как река Мы примем этот вызов Наша жизнь — это гимн любви Наша жизнь, наша жизнь, наша жизнь Автор сценария и режиссер Альбер Борие Война с токсинами Как вам известно, враги организма бесчисленные Это вирусы и бактерии, вызывающие порой серьезные болезни Иногда благодушные на вид, как... Насморк Против этих микробов в организме работает полиция, состоящая из лейкоцитов Вы лимфоциты входите в состав этой полиции А также такие специалисты, как гранулоциты, макрофаги, антитела и многие другие Но организм также подвергается нападению разных ядов Таких как токсины, газ, химические продукты, некоторые из них природного происхождения Но большинство ядовитых веществ изготовлено человеком Чтобы защититься от токсинов, организм располагает специальными войсками Детоксикационными ферментами Эти ферменты образуются в клетках Надо возвращаться, нас уже ждут Ну и движение Из-за этих выхлопных газов уже нечем дышать Эх, 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 эх Эх, эх! Внимание, чужаки! Здесь, в Миндалинах, мы на первой линии обороны Посмотри-ка кто там, узнаешь? Извини, бактерии, это не всегда приятно Внимание, а вот еще грязь Не беспокойтесь, это не микробы Всего лишь пыль, загрязнение, дым Но это тоже вредно Ладно, за этим должны следить ферменты Это они занимаются такими клиентами Давайте, постарайтесь еще чуть-чуть Дайте мне руку, я помогу вам Мы в легочной альвеоле Наконец-то немного подышим чистым воздухом А-а-а-а, гармоносум Но это против правил! Не бросайся грязными пузырями! Посмотри вот на эту, какая грязная Фу, гадость Что это за штуки, а? Посмотрите снова загрязнение, капитан Вижу Обращение к макрофагам Мы обнаружили токсичные частицы Зона 35 легочных артериол Уничтожите быстро Надо отправить макрофагов и других свободных лейкоцитов за ними Им будет трудно их найти Это загрязняющие химические вещества Как они их узнают? Ферзь под угрозой Я бы так не ходил Ты видишь, здесь слон Шаг к королю Смотри, а если мне поставить ладью сюда? Ай! Что там такое? Можно подумать... Это загрязнение Не беспокойся, это за пределами клетки Скоро это уничтожат Твой ход Это клеточное загрязняющее вещество Оно может войти Да нет, мы хорошо защищены Загрязняющие вещества проходят сквозь мембрану Я думаю, надо пойти так Что ты делаешь? Берегитесь, токсин входит Бежим, бить тревогу Спасайся, кто может Мы обнаружили врага Он входит в клетку Слишком поздно Он пошел Дальше мы не можем за ним следовать Там вражеское вторжение Кто это? Микробы? Нет, нет Скорее, это загрязнение Токсины Оно совсем черное И продвигается к центру К ядру Надо информировать центр Кажется, токсины Совершенно черные Направляются к пункту управления Определить их местонахождение Я их узнаю Это загрязняющие вещества Их нужно уничтожить Да, их нужно уничтожить Пока они не добрались до ядра Иначе мы в опасности Это моя специальность Я из бригады антитоксинов Я знаю тех мерзких существ Я выведу их из строя Скажите, а вы один? Ну да, пока что Вам нужна помощь Это сложные загрязняющие вещества Идите скорее Мы пока запустим завод репосом Чтобы изготовить вам подкрепление Остановите конвейеры Запустите синтез детоксикационных ферментов Предназначенных для бензола Мобилизуйте компетентные хромосомы Срочно идите выполняйте Требуется шестая хромосома Для срочного производства Детоксикационных ферментов Срочно Шестая хромосома Тише, у меня послеобеденный сон В конце концов мы имеем право на отдых Хорошо, сейчас не трясите Я иду А, С, Т, Г, А, А, Т, А, О Вот гены детоксикационных ферментов Активация! Срочная активация! Ферменты рестрикции сюда, пожалуйста Здесь начало гена антитоксина Режьте А здесь конец гена его кода Режьте После А Хорошо Теперь выход из ядра клетки Направление завод рибосом Отправляйте Нет, нет, глупец ДНК это информационная база Она никогда не должна выходить из ядра Там она надежно защищена Это понятно? Дупликация Надо делать дупликацию Иначе теряется ценная информация Которой больше никогда не найдется Сколько раз им надо повторять одно и то же? Нам не хватает железа У ферментов антитоксинов Обязательно должно быть железо Как? Железо в белках? Ну да Без этого у них не будет сил Передайте приказ селезенке Нужен большой запас железа Быстро! У нас нет времени Хорошо Раз вы сказали Алло, алло Завод селезенки Срочная потребность в железе В связи с перегруженностью линии соединения невозможно Пожалуйста, перезвоните позже В связи с перегруженностью линии соединение Завод селезенки Нуждаемся в железе срочно Для изготовления Говорит превратник желудка Центр транзита через желудочно-кишечный тракт Пожалуйста, проверьте номер абонента Мне нужна селезенка Запасы железа Да Чем мы можем вам помочь? Нам нужно железо Чтобы собрать детоксикационные ферменты Это селезенка? Да, селезенка Пожалуйста, уточните ваш заказ Мне нужно 2 миллиона... 2 миллиона 350 тысяч атомов железа Для изготовления детоксикационных ферментов Ваш заказ зарегистрирован Он будет выполнен немедленно Мы благодарим вас за звонок Итак, этот РНК-гонец идет? Да, да Хорошо Вы прерываете передачу текущего кода А вы приклеиваете на это место РНК-гонца Для детоксикационных ферментов Быстрей! Быстрей! Фермент Легаза, приклейте это Ну что, получается? Да Так получается или нет? Ой Готово Соединение сделано успешно Ну и что надо делать? Вы детоксикационные ферменты, не так ли? Вы должны защищать тело от всевозможных ядов Но у меня такое впечатление, что вам чего-то недостает Посмотрим, что же это может быть? О, я понял! Железо! Доспехи! Мы передали срочный заказ селезенки Поезд в пути Скоростной поезд Смотри, станция! Да Сортировочный путь Вон там селезенка Без сомнения, там готовятся к поставке железа Что случилось? Когда пешеходы пересекают пути, поезда ждут У меня срочная доставка железа Это не может ждать Подождите! 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 Дай руку! Так! Это же безбилетники Это несправедливо! Несправедливо! О, поезд! Что-то вы долго Небольшие проблемы с доставкой Вот ваше железо, к тому же скорым поездом Первосортный железный лом Хорошо, мы так долго ждали Вот то, чего нам не хватало Ты первый Ты такой же красивый, как и я Прекратите! Клетка в опасности И вам нужно срочно выполнить задание Вперед! Токсины бензола вошли в клетку Они плотным строем продвигаются к ядру Непосредственная угроза Мы мобилизовали детоксикационные ферменты Задача защитить ядро И вывести из строя захватчиков В атаку! Рассредоточьтесь Тут несколько вражеских отрядов Готово! Его нужно разобрать, иначе организм не сможет его вывести О, но был еще один Где же он? Он мой! Сейчас вы видите О, несчастье! Он добрался до ядра Хромосома в опасности Опасность мутации! Ну что это за шум? Что такое? Учитель, положение серьезное Ну что случилось? И откуда этот грохот? Повреждённая хромосома? Четвёртое. Есть риск мутации, вызванной загрязняющим веществом. Тогда будет рак? Да, рак. В том случае, если повреждённая клетка сможет размножиться. И когда их становится много, это очень плохо. Они захватывают здоровые клетки и мешают им функционировать. Спокойно. Мы ещё можем с этим справиться. Как, учитель? Есть несколько средств. Наши детоксикационные ферменты уничтожат чужаков, а наши часовые – поражённые клетки. А иначе грозит опасность. Это очень серьёзно. Но размножение ещё не началось. Надо попробовать вылечить поражённую ДНК с помощью наших специальных ферментов. Начните лечение с удаления. Готово, учитель. Процесс начался. Повреждённый генетический материал. Я иду. Ай, не отдавите мне руки. Сюда, сюда. Ставьте ногу на моё плечо. Мой нос. Осторожно, мой нос. Это для тебя, Экзо. Вот это работа. Чего ты ждёшь? Это я собираю ДНК, чтобы она хорошо приладилась. Это я должен подумать, чтобы не сделать ошибку. Я человек умственного труда, поэтому не мешайте мне думать. Ты передай мне вон ту длинную деталь. А ты дай красную. Да, теперь вот эту, квадратную. Вот. Ты подержи их вместе. Вот. Это отличная работа. Теперь восстановление. Подойдите сюда. Подойдите. И раз. Сюда, сюда. И раз. И раз. И раз. И раз. И раз. И раз. Сюда. Вот так. Очень хорошо. Прекрасно. Теперь бери за руку А. Ты, Г, делай то же самое со своим соседом. Я хочу сказать с другим А. Вот так. Не шевелитесь. Хорошо. Держится клетка. Браво. Ой. Я закончил. Восстановление выполнено. Нормальная клетка. Пригодна для репликации. ДНК исправлена. Все в порядке. Осталось только ее вернуть в хромосому. Теперь надо немного поспать, чтобы восстановить силы. Все закончилось хорошо. Тело человека обладает неожиданными ресурсами, которые противостоят бедствиям. Теперь посмотрим, что происходит в другом месте. Токсины разрушены. Отлично. Вызываю грузовые автомобили к лизосомам. Пожалуйста, уберите все это. Посмотрите на лизосому. Это желудок клетки. Он переваривает мусор, чтобы можно было вывести его наружу. Пищеварение закончено. Все готово для выведения из клетки. Пищеварение закончено. Готово для выведения из клетки. Хорошо. Выведение разрешено. Увидимся. Субтитры tumorsät раз parts of the field. Выведение из клетки. Выведение. Увидимся. А что это за грязь? Различные отходы. То, что не нужно клетке, что может быть вредным для нее. Но не беспокойтесь, мы пребываем в почку. Она все очистит. Смотрите, вот почечная артерия. Мы пришли. Самое время. Это так некрасиво. Сплошные пятна. Я выгляжу очень неаккуратно. Почка, почка. Это центр очистки крови, да? Я правильно думаю? Верно. Через почки каждую минуту проходит более одного литра крови. Отходы перебирают и выбрасывают. И мы станем чистыми. Да, вы увидите. Внимание, держитесь. Мы прибываем. Встретимся на выходе. Прибываем куда? Это опасно? Нет, не беспокойтесь. Мы прибываем в клубочек. Это просто центр фильтрации. Какие мы чистые. Да, ни одной пылинки. Я вам об этом говорил. Почка отмывает чисто даже самые стойкие пятна. А скажи, учитель, куда уходит вся эта грязь? Ну, она выбрасывается из организма. Так вот, да, они уходят, эти отходы. Да, в мочевой пузырь. А потом? Потом? Это же так просто. Совсем просто. Ну, да. Фильм озвучен студией «Лексикон» по заказу телекомпании «Виасад да Винчи». Выпримив это быстро, наша жизнь — это гимн любви. Наша жизнь, наша жизнь, любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Альберт Ольга